Сегодня про инсулин и кортизол. У меня спрашивали, как повлиять на кортизол. Кортизол и инсулин это два гормона, балансирующие друг друга. Соответственно, чем выше кортизол, тем больше выброс инсулина. Тем больше выброс инсулина, тем хуже работают все системы. Нервная, сосудистая и, соответственно, постоянный стресс поддерживает высокий уровень инсулина в крови. И с постоянно высоким кортизолом также связаны мышечные боли, висцеральное ожирение. И бывает такой момент, что у человека высокий холестерин, проблемы с АЛТ, АСТ, то есть с печенью. И тут могут идти проблемы не только с большим весом, но и с маленьким весом. И здесь бывает так, что это приводит к чему? К тому, что хуже, хуже усваиваются различные минералы. И что я рекомендую? Бывает пластмасса вокруг, химия. Постарайтесь это максимально исключить. Другой момент это постараться есть по запросу. Другой момент тяжелые металлы, пестициды, токсины. Это тоже вызывает, кстати, рак, ожирение, проблемы с сердцем, бесплодие, дефекты почек, печени. То есть мы тут сами все можем контролировать. Но не все. Фильтрация воды. Водопроводная вода может быть максимально набита вредными загрязнителями. И, соответственно, фильтрация воды это очень серьезная такая вещь. И ваше тело нуждается ежедневно в многочисленных витаминах и минералах. Ежедневно, не когда-то, когда вы захотите, а ежедневно. В6, цинк, магний, глутатион, расторопши, витамин С, антиоксиданты, борющиеся с токсином, коллаген для поддержания прочного здоровья, барьера между кишечником и кровотоком, пробиотики. И, соответственно, некоторые из моих любимых добавок, они улучшают детокс. И что хочется сказать. Пожалуйста, инсулин и кортизол это серьезная вещь. Можно бесконечно сдавать анализы, но инсулин-резистентность приводит к тому, что у человека идет дислипидомия, сонливость, акне. И все, что было у меня когда-то. И жирная печень, и красные точки, и фурункулы у кого-то. В общем, эта история связана с детоксом, с витаминами, с токсинами, с загрязнениями. И могу сказать, когда у человека очень все плохо в организме, могут быть судороги, могут быть пороки различные. В общем, лучше это знать и с этим работать. Могу сказать, что инсулин и инсулино-резистентность это проблема не только фруктов, сухофруктов. Фруктоза имеет свой путь утилизации. И, соответственно, она прям-таки сильно приводит к подагре. Что было и у меня, кстати, тоже. Поэтому будьте внимательны. И не драконьте себя сами. Выбирайте мясо качественное. Выбирайте продукты качественные. И аминокислоты обязательно должны быть в вашем рационе. Для того, чтобы вы не теряли свое хорошее самочувствие и свое хорошее состояние. Пишите. Продолжение следует...